12 отличий Польши и Германии. Позволю себе сравнить эти две страны, так как в Польше мы прожили более 8 лет в городе Щецине. И уже почти год живем в земле Бавария, в окрестностях Вюрсбурга. Итак, первое отличие, которое встречает мигрант после пересечения границы, это автобаны. Вроде и в Польше много строится новых дорог, но в Германии все равно их больше. И как же не вспомнить о ограничениях скорости? В Польше максимально разрешенная скорость 130 км в час. В Германии много мест без ограничения скорости. Ходит много мемов, в которых водитель едет 300 км в час в левой полосе, и ему еще БМВ сзади моргает. Чего так медленно едешь? Уступи полосу. Нельзя забыть о цене на топливо на автострадах. Разница в цене между заправкой в селе и автострадой может составлять 50 евроцентов. Если же сравнивать нормальные цены, то в Польше 1,6 евро, в Германии 1,8 евро за 1 литр 95-го бензина в 2024 году. Онлайн-банкинг. Он более развит в Польше. Шири функционал и онлайн-банк заодно служат как цифровая подпись в интернете. Переводы денег занимают одинаковое время в обеих странах, но в Польше есть хорошая вещь, как блик, аналога которого в Германии не предвидится. В Польше возможно открыть счет в банке без карты побыта. В Германии же без статуса ты не можешь открыть счет в банке. Это очень неудобно. Немцы более тяготеют к наличке из-за многих комиссий за снятие. В Польше же можно купить пучок зелени на рынке с помощью карт. В Германии же не каждый ресторан принимает карты или только изобретение сумрачных немецких гениев – джирокарты. По удобству использования на первом месте Польши. Возьмем банально. Общественные туалеты в Польше и на автобанах бесплатные. В Германии же их меньше или вовсе нет, в городах, например. Обычно ты должен заплатить за услугу уборки 50 евроцентов или же 1 евро наличными. Медицина. Принцип работы такой же, как и в Польше. Есть семейные врачи, которому надо один раз зарегистрироваться как пациент. Они же имеют право выписывать и больничные. Простые анализы и выписывают направление к узким специалистам. Ждать приема специалистов можно по 3-6 месяцев. В частном порядке это составляет где-то неделю. Отличием является то, что в Польше обязательно является страховка в государственной компании НФЗ. В Германии же ты можешь выбрать любую страховку. Мощным плюсом является то, что в Германии есть много русскоязычных специалистов со всех стран бывшего СНГ. В Польше это редкость. Все таблетки по рецепту стоят только 5 евро в Германии. Мало того, вы можете оформить возврат 5 евро в конце года. То есть, по сути, получите лекарства полностью бесплатно. Это касается только тех лекарств, которые относятся к хроническим болезням. В Польше можно получить только по скидке, а бесплатно только после определенного возраста. Оплата за радио и телевидение. Сумма и сравнение с Польшей. В Польше теоретически существует абонемент на телерадио-овещание в размере 27 злотых или 6,5 евро. Но этот закон практически мертв. И наличие телевизора или радио должен проверять почтальон. Но у почтальона нет права заходить в квартиру. В Германии же не задумывается особо, есть ли у тебя телевизор или нет. Может, ты немецкого не знаешь для того, чтобы смотреть его. Или принципиально не смотришь зомбоящик. Платить ты обязан за квартиру, не за человека. Размер этого побора составляет 18 евро. Нет номеров квартир. Указаны фамилии. А как же защита данных? Как по мне, это не совсем удобно. Но это факт. Вместо номеров квартир написаны фамилии и имена жителей этого дома. И когда ты подходишь, ты просто видишь имя, фамилию этого человека и звонишь. Или же оставляешь посылку под этой квартирой. Тишина и ее соблюдение. Лично нам это очень нравится здесь, в Германии. Так как очень тихо после 22.00. Понятно, что есть исключения. Например, Новый год, но в повседневной жизни это очень приятно. Звуки тишины и звуки поющих птиц. В Польше никто не заморачивается по поводу тишины. И часто ночью слышны громкие звуки, гулянки, авто, мотоциклы и так далее. Что говорить? Даже мы поехали отмечать день рождения в Польшу. Привет друзьям Вике, Андрею и Ирке. Чтобы здесь, как говорится, в Германии не нарушать порядки. Тикет 49.00 в Германии. По нему ты можешь кататься по всей стране в течение месяца. И даже заехать в несколько стран. Таких как Швейцария, Люксембург, Швеция, Голландия и Польша. Поездка займет много времени. Но зато ты увидишь разные страны и прекрасные немецкие города. Мега дешево. Договор. В отличие от Польши, в которой есть такой договор, как Шмечувка, мусорный договор, умово злецения. У немцев только умовоопрация. То есть социальный договор, при котором ты имеешь оплачиваемый отпуск, больничный, страхование. И это круто. Реально уже поднадоело злецение в Польше. Особенно так, как по ним очень часто кидают работников. Сортировка мусора. В Германии заморачиваются и сортируют мусор. Особенно пластик и стекло. В Польше тоже есть образцово-показательные дома. Но будем честны, в масштабах страны это так не работает, как в Германии. Сейчас мы живем в частном секторе. У нас календарь на весь год с расписанием, когда и какой контейнер с мусором мы должны выставить на проезжую часть для утренней уборки. Это круто. Мне нравится соблюдать эти правила. Социальное государство. В данной категории возьмем под внимание то, что беспокоит большинство людей. А именно, что же произойдет, если потеряешь работу? Не умрешь ли от голода? Или не окажешься ты под мостом? Возьмем для начала Польшу. Пособие по безработице можно получить в течение года. В размере 1190 злотых. Это 283 евро. В течение первых трех месяцев. И 937 злотых. Это 223 евро. В течение оставшихся девяти месяцев. В Германии сумма пособия составит 60% от зарплаты. Например, при зарплате на это 2200 евро пособие будет в размере 1300 евро в месяц. И если не хватает допрожиточного минимума, можно получить доплату в виде бюргергельд. Интернет. Мифы про плохой интернет в Германии уже давно не актуален. По качеству ничуть не хуже, чем в Польше. Везде тянут оптику и хороший мобильный 5G. Единственное, что цены в Германии все-таки выше. Даже с учетом более высоких зарплат. И еще в Польше никто не следит за торрентами. Тогда как в Германии могут прислать штраф за один фильм 900 евро. И вообще на удивление, очень много полулегальных схем отъема денег в интернете. Мошенники кишат. Эта тема заслуживает отдельного ролика. Даем Польше за это огромный плюс. Ребята, этим видео мы не хотели доказать, что какая-либо из стран лучше или хуже. Мы хотели рассказать о отличиях. А вы напишите в комментариях под видео, что мы не озвучили. И что интересного заметили вы в этих двух странах. Пока!